Это программа День города. Здравствуйте в студии Дина Исляева. В начале главные темы выпуска. Сим-карты и телефоны в арбузах, наркотики в бритвенных станках в региональном УФСИН рассказали о самых необычных случаях передачи в колонию запрещенных предметов. Температура в квартирах не превышала 15 градусов, как решили проблему с отоплением на Лесопарковой улице. Рязанцы встретились с хоккейной командой из Сарова. Состоялся последний матч 2018 года. Жители и гостей Рязани пригласили посетить площадь Ленина в новогоднюю ночь, принять участие в гастрономическом фестивале «Рязанский пирожок» на Почтовой провести Рождество в новогодней деревне. В этом году она работает в лесопарке. Там каждый день проходят интересные мероприятия для детей. Новогоднее чудо увидели сегодня дети из Центра реабилитации прямо перед самым главным праздником. Им устроили экскурсию по настоящей новогодней деревне. Наши воспитанники здесь побывали с экскурсией. Аниматоры показали все интересные места новогодней деревни. Дети покатались на паровозике, посетили резиденцию Деда Морозу, катались на горках, поздоровались с медведем. Ну, в общем-то, им здесь очень-очень понравилось. Организаторы отнеслись к экскурсии со всей ответственностью. В насыщенной на события программе одно событие сменялось другим. Мы понимаем, что Новый год и такой праздник для всех. И мы стараемся уделить внимание также различным категориям населения. Поэтому сегодня организовали такой праздник, анимационную программу, знакомство с объектами нашей новогодней деревни. Детям удалось побывать на самых главных объектах новогодней деревни. И они получили много впечатлений. Тут очень здорово кататься на паровозиках. Тут все классно. Мне тут очень понравилось. Очень все красиво. Везде гирлянды. Кругом освещение. Очень хорошо. Горки специально для маленьких, специально для больших. Мы катались на горках, ездили на паровозе. Дед Мороз подарил нам подарки. Здесь очень хорошо, красиво и как сказки. Такая акция стала возможной благодаря содействию администрации города. Они подарили детям настоящий праздник. На главное, зарядили новогодним настроением. Но что самое важное, дети погостили у Деда Мороза. И загадали самое заветное желание. Ура! Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. За полчаса нашли трехлетнего ребенка, о пропаже которого сообщила его мама. Женщина обратилась в полицию и сказала, что сына увезли из детского сада. Ориентировку на розыск ребенка и автомобиля немедленно разослали всем нарядом полиции, экипажем ДПС и на стационарные посты ГИБДД. Вскоре инспекторы, дежурившие на посту ДПС Дягилевский, на выезде из Рязани заметили и остановили автомобиль, указанный в ориентировке на розыск пропавшего ребенка. Полицейские выяснили, что трехлетнего мальчика из детского сада забрал его 29-летний отец, житель Московской области. Мужчина оформляет развод с женой, мамой его сына. На сегодня мужчина имеет все права на то, чтобы ребенок жил с ним. Оказалось, что у отца есть все документы, подтверждающие это правом. Предъявив эти документы, мужчина забрал ребенка из детского сада и вместе с родственниками отправился домой. Дина Исляева, телекомпания «Город». Сим-карты в конфетах и телефоны в щетках для обуви. Таким нехитрым способом на режимную территорию передают запрещенные предметы. Причем случаев, когда в исправительную колонию необычным образом передают вещи, хватает. И нарушители явно не лишены изобретательности. Валерий Седов продолжит. Готовьтесь, идет. Беги, Ким Николаевич, работаем. Стой! На кадрах оперативной съемки оперуполномоченные задержали человека, который перебросил на режимную территорию два свертка. Как окажется после, внутри 38 сотовых телефонов, 14 USB кабелей, 3 гарнитуры и другие составляющие. Это самая крупная партия за 2018 год. За истекший период у нас в порядка 8 случаев было попыток переброса через основное ограждение запрещенных предметов. А именно это сотовые телефоны в количестве 42 и в том числе наркотические вещества, которые общий вес составил 35 грамм. Запрещенные предметы, это сотовые телефоны, либо составляющие к ним, то это административная ответственность. Наказание за наркотические вещества уже уголовное, вне зависимости от того, переброс ли это был или пронос. А пытаются передать наркотические вещества и сотовые телефоны часто. За неполные 12 месяцев было задержано порядка 120 граждан за это правонарушение. А попытки проноса бывают самые интересные. Чаще всего пользуются передачи продуктовые. Родственники привозят осужденным и различными способами, ухищренными это все прячут продуктов, передачи. В тортиках, и в конфетах, и в чае, и в сигаретах различными ухищренными способами. В книгу по обучению младших инспекторов вошли самые яркие, необычные способы проноса запрещенных предметов. Причем часть из них произошла в практике Алексея Маркина. В банках, из-под тушенки, консервы, тоже был выявлен такой факт, родственник осужденного работал на консервном заводе, упаковывал запрещенные предметы, сотовые телефоны, и после этого передавал передачку осужденному, своему брату. Один из самых ярких случаев это полость в бревнах. Их привезли на пилораму, и в одном из них обнаружили специальную нишу. В нее поместились сотовые телефоны и наркотические вещества в большом объеме. Еще интересный случай – это попытка передачи все тех же наркотических средств в бритвенных станках. Она вот здесь вот ломается аккуратненько, вот в эту нишу засыпается наркотик, и потом она с жигалочкой поджигаешь, ее чуть-чуть скрепляешь, и она получается как заводская. Аккуратненько надломили, а там порошок белый. Еще надломили, еще порошок, еще надломили, еще порошок. Был большой достаточный вес наркотических средств, героин, как оказалось. Возбуждены были уголовные дела в отношении осужденного, в отношении, кто передавал. Это была посылка с Московской области. В книге случаи самые интересные, а остальное познается на практике. Оперативные сотрудники при обучении младших инспекторов рассказывают и случаи своей жизни. Так, в учебе и постигаются эти необычные тонкости такой важной работы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани эвакуировали центральный автовокзал. Сообщение об этом появилось в группе «Новости Рязани» ВКонтакте. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по Рязанской области, на вокзале был обнаружен бесхозный предмет. На место прибыли полиция, МЧС, кинологи с собаками. Проверка длилась около 40 минут, опасных предметов не обнаружили. После инцидента автобусы отправлялись с задержкой в расписание. В течение дня график движения был восстановлен. В пятерых мигрантов нарушители из Рязани выдворили за пределы России полицейские совместно с представителями службы судебных приставов. Нарушители находились в центре временного содержания иностранных граждан. Мигранты-нарушители – это четыре гражданина Узбекистана и один гражданин Республики Казахстан. Ранее в ходе рейдовых мероприятий сотрудников управления по вопросам миграции ОМВД были выявлены и пресечены нарушения этими иностранными гражданами миграционного законодательства. Мигрантов доставили в Международный аэропорт Домодедово и авиатранспортом отправили в страну гражданской принадлежности. В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального закона о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию от 15 августа 1996 года номер 114 ФЗ въезд в Российскую Федерацию указанным лицам запрещен в течение пяти лет со дня административного выдворения. Управление по вопросам миграции ОМВД России Паризанской области предупреждает, что временно находящийся в России иностранный гражданин обязан выехать из страны по истечении срока действия его визы или иного срока временного пребывания. Исключение, когда на день истечения указанных сроков они ему были продлены в соответствии с законодательством. Дина Ислеева, телекомпания «Город». Проблемы с отоплением. Жители трех домов на улице Лесопарковой сталкивались с этим на протяжении долгих лет. Пускали тепло к ним в дома позже всех, да и само тепло условное. Температура в квартирах не превышала 15 градусов. В этом году ситуация изменилась в лучшую сторону. Впервые за долгие годы окна трех домов на улице Лесопарковой зимой открыты. Жители признаются, после того, как осенью их дома переключили от изношенной котельной. К сетям центрального теплоснабжения многолетние проблемы с отоплением закончились. Ну, они сделали буквально за три недели. До морозов, до этих. Подвели все. Сейчас отопление, вот центральный ТЭЦ. Тепло, как, горячо. Так было далеко не всегда, признается Сергей. Буквально этой осенью тепла от котельной в его квартире не предвиделось. Раньше мы оттопились от порта Рязанска, их им своя котельная была. Топилось, конечно, ужасно. Вообще, то вечером может перекрыть немножко, придавить. А вот эту осенью вообще. Он банкротом стал. И он не стал нас подтопить. Так жители домов номер 44, 44 корпус 1 и 46 по улице Лесопарковой получили тепло в квартиры на три недели позже всех остальных. 16 октября муниципальным теплосетям пришлось взять ситуацию в свои руки и переключить эти дома на централизованное теплоснабжение. Пришлось в пожарном порядке прокладывать трубы. Использовать частную котельную возможности не было. Ее оборудование настолько износилось, что оказалось в аварийном состоянии. Мать у меня работала в котельной оператором. Там износ самой системы, самих котлов, там процентов на 50, наверное, был. На полную мощь он никогда не работал. Потому что выход был, пускай 70 градусов, до наших домов он уже доходил. Вы сами понимаете, градусов 50 может быть. У меня потому что в квартире температура доходила до 15 градусов. Да. Батареи были еле теплые. Проблема массового строительства в городе домов с автономным отоплением и котельными стоит крайне остро. Жильцы и в домах с котельными через 10 лет могут столкнуться с такими же проблемами. Поскольку котлы имеют ограниченный срок эксплуатации и потребуют капитального ремонта. Замена котлов будет стоить очень дорого. Кроме того, большая часть действующих котельных уже находится в изношенном и аварийном состоянии. Сейчас строительные компании предпочитают автономные системы отопления. К сетям РМПТС подключается всего порядка 10% новостроек. Застройщики объясняют это тем, что так выгоднее для потребителей. По мнению представителей РМПТС, это миф. В цене, при учете всех затрат на ремонт, различий практически нет. Специалисты уверяют, для города выгодно развивать централизованное теплоснабжение, улучшать его потребительские качества, делать конкурентоспособным на рынке тепла. В этой ситуации мы двигаемся к централизации и предлагаем будущие объекты, которые будут строиться в городе, присоединять все-таки к сетям централизованного теплоснабжения. Это позволит нагрузить дополнительно тепловые сети, повысить эффективность транспортировки тепловой энергии, ну и, соответственно, всего комплекса теплоснабжения в целом. Масштабы строительства в городе достигли внушительных размеров. И по оценке руководства РМПТС, все готово для подключения новостроек к муниципальным теплосетям. Практически все ТЭЦ, ну у нас их две, Рязанский и Дегельский ТЭЦ, имеют запас мощности для того, чтобы подключить перспективные объекты строительства. Пока же им городские власти массово выдают разрешение на строительство домов с котельными и индивидуальными котлами, оставляя муниципальные предприятия тепловых сетей без новых потребителей и ухудшая тем самым его и без того тяжелое финансовое положение. Из-за недостатка денег в бюджете города затягивается ликвидация изношенных котельных, хотя в схеме теплоснабжения в главном документе, утвержденном в Федеральном Минэнерго, есть список из порядка 30 изношенных муниципальных котельных дома, при которых из-за недогревов необходимо переключать на централизованное отопление. Когда власти начнут решать эти проблемы, в Рязани пока не ясно. Мария Рудаев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В 2019 году иностранцам могут запретить работать в такси. Соответствующий законопроект рассматривает сейчас Государственная дума. Он уже прошел первое чтение, запрет коснется только легкового, такси на других видах транспорта работать иностранцам разрешат. Там более жесткий контроль и к водителям, и к выпускам автомобилей на линию. В последний хоккейный матч в этом году на ледовой арене рязанцы встретились с командой из Сарова. Противник сильный, однако команда вложила в игру все свои силы. О напряженном матче и текущем сезоне смотрите в нашем следующем сюжете. Борьба за шайбу в самом разгаре. На арене сильнейшие пятерки каждой из команд. Рязань схлестнулась с Саровым. Счет открыть не получалось в первые 10 минут периода. Это для хоккея ситуация непривычная, однако не выходящая за рамки. И первую шайбу забили в ворота рязанцев. Счет открыт. Горожане не заставили себя долго ждать. Первый период закончился со счетом 1-1. Команда ушли в раздевалки, где тренер расскажет ошибки и дальнейшую стратегию. Она практически всегда одинаковая. Настрой всегда только вперед. Каждый матч мы настраиваемся только на победу. Поэтому у нас есть определенные цели и задачи. Поэтому будем играть только на победу. С каждым матчем прибавлять дуру. Рязань занимает 12 место в турнирной таблице из 29 возможных. Поэтому в текущем сезоне болельщики надеются на плей-офф. В этом сезоне рязанская команда выступает намного лучше, чем в прошлом. В главе команды остался тренер Павел Десятков. И это способствовало тому, что команда наладила свою игру. Пришла стабильность. И, соответственно, пришли результаты. Если в прошлом году команда была одним из аутсайдеров, то в этом году уверенно входит в зону плей-офф. Вот только рязанский хоккейный клуб давно в плей-офф не играл. А у некоторых спортсменов опыта и вовсе нет. Клуб вряд ли попадет в первую восьмерку. Поэтому игры предстоят сложные. Но болельщики в команду верят. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанская мэрия определила окончательное расписание новогодних салютов. В Рязани об этом сообщает 62НФО со ссылкой на пресс-службу администрации города. В 040 салют будет на площадке у культурно-досугового центра «Октябрь». В 045 на площадке у Дома культуры «Приокский» в 2 часа ночи на площади Ленина. И еще один салют в 18 часов 2 января на Монастырской площади в Солодче. Через специи «Натуральная косметика» в ТРЦ «Премьер» на третьем этаже открылась выставка продажи продуктов из Индии «Восточный базар». На ней побывала Мария Рудая. Это настоящий новогодний подарок для рязанцев. «Восточный базар» вновь распахнул свои двери в торговом центре «Премьер» на третьем этаже. Самое время выбирать подарки из Индии и Пакистана. Натуральная косметика, за которой модницы приходят только сюда. Ковры ручной работы, платки и шарфы, одежда, сумки и кошельки. Все с восточным колоритом и высочайшего качества. Рязанцам уже полюбились эти товары. И приезда выставки продажи ждут с нетерпением. «Хотела посмотреть подарочек какой-нибудь. К Новому году?» «Да, к Новому году, да. Друзьям, сыновьям, снохе, внукам». «Что-то уже привлекло внимание?» «Ну вот и шарфики мне понравились, платочки, украшения». «Или что-нибудь купим недорогое, или просто вот на глаз хорошо. Все красивое. Шопинг хороший». Огромный выбор индийских чаев не оставит равнодушным даже самого привередливого гурмана. На этот раз можно приобрести как уже знакомые марки, так и новинки. Ассортимент постоянно пополняется. Среди новинок почетное место занимает чай «Бомбей». «То есть он собирается где-то у подножия гор, поэтому у него сорт такой вкусный, хорошего чая. С бергамотом, то есть если есть ароматизированные чаи, то это с натуральным бергамотом, с кусочками даже». Еще один прилавок, где обычно многолюдно – специи и приправы. На этот раз их фризли больше обычного. Ассортимент превышает 70 разновидностей. Здесь присутствуют смеси, приправы и отдельные специи. Есть редкие, такие как черный и зеленый кардамон, а есть уже ставшие традиционными на нашем столе. Также пользуются популярностью рис, басмати и имбирные напитки. «Самые популярные, конечно же, куркума для здоровья. Черный тмин, пожитник самые популярные, ассофетида популярная, лук в порошке, чеснок в порошке». Отдельно стоит сказать про текстиль. Постельное белье высочейшего качества подарит прекрасный сон ночью и хорошее настроение утром. Самые разные расцветки от пастельных тонов до ярких красок. В общем, здесь каждый найдет товар себе по вкусу. А бусы и кольца из натуральных камней займут достойное место в коллекции ценителей прекрасного. Выставка продажи товаров из Индии и Пакистана «Восточный базар» будет работать все праздники до 13 января. В торговом центре «Премьер» на третьем этаже вас ждут ежедневно с 11 до 19 часов. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv в группах в социальных сетях. Следующий выпуск новостей проведет моя коллега Галина Кудряшова. Мы подведем итоги уходящего года и расскажем о самых значимых событиях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Субтитры создавал DimaTorzok